Саксофоном, контрабасом и с хорошим настроением. Тысячи музыкантов из разных стран превратили свои балконы в концертные площадки, чтобы поддержать друг друга, сидя дома. Исполнить известные композиции, поднять настроение соседям. И поучаствовать в мировом флешмобе решили и солисты Крымского музыкального театра. Вместо сцены собственный балкон, вместо зрительного зала балкон из соседей. Вот так, не нарушая режима самоизоляции, песни решили объединить всех вокруг. Как и большинство крымчан, оперные певцы Анастасия и Евгений Печенкины вместе с сыном Артемием уже не одну неделю соблюдают режим самоизоляции и репетируют дома. Вдохновившись видеороликами в социальных сетях, для себя сразу решили – тоже споют. Жизнь артиста – это жизнь на сцене. Мы не можем без зрителя, мы не можем без аплодисментов, мы не можем без сцены. Поэтому у меня, конечно, большие слова поддержки всем артистам, всех театров, филармонии, оркестрантам, всем-всем, хочется сказать, ребятам, мы переживем, мы это выдержим и встретимся на большой сцене. Оповестили соседей назначили время и день. Предупредили, конечно, и о мерах предосторожности. С хорошим настроением всех приглашаю на балконы. Те, кто будут на улице, дорогие друзья, еще расстроятся. Держать между собой дистанцию. Перед выходом на импровизированную сцену артисты волновались и не знали, как отреагируют люди, ведь такой концерт они дают первый раз. Ну, как у вас настроение? Хорошее? Да, я очень рад. Мне видно отсюда много, все дома, и даже там дальние дома тоже на балконах. Привет всем! Как оказалось, зря. Музыкантам подпевал весь двор. Хором исполняли любимые песни нескольких поколений. И не только на русском, но и на испанском и итальянском языках. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.